Привет, девчонки! И сегодня мы с вами будем опять краситься с палеткой Sleek. Возможно, сегодня будет последний макияж с этой палеткой, возможно нет, я не знаю. Это зависит от моей фантазии. Сегодня у нас выходной, у меня выходной, и поэтому я не причесана. Я сначала дубла даже не без тонального крема, без всего просто макияж на глаза нанести, но я очень мало вчера спала, и поэтому у меня все лицо такое опухшее, поэтому пришлось нанести такой полный макияж, хотя я сегодня никуда не собираюсь выходить. И, кстати, ну с чем я нанесла макияж, я не знаю, вам будет интересно или нет. Это Catrice, что-то он мне сейчас желтит, то ли может он начал окисляться немножечко на моем лице, не знаю. И потом я уже пыталась выкинуть вот этот вот от ELF, консилер и хайлайтер, потому что я, хайлайтер он, знаете, такой, вроде как он есть, видите, белый, но если его растушевать, то никакого особо сильного блеска, ну такое совсем легкое свечение, не знаю, может быть, я забыла про него летом, нужно было летом его использовать. А этот, мне казалось, что его здесь уже не осталось, но он постоял в вертикальном направлении, вертикально постоял и оказалось, что там остались эти еще остатки, и я их могу доиспользовать, но он мне сейчас же не подходит. Сегодня не перекрыл, не смог перекрыть мои синяки, и мне пришлось брать камуфляж от Альверда. Он такой плотный-плотный, его нужно потом еще пудрить или чем-то, я не знаю, делать его натурально, но сейчас он у меня на глазах, мне кажется, нормально смотрится натурально. Потом, что я еще использовала как румяна, я использовала румяна от PS Love из Primark, ну я не думаю, что он будет интересно смотреть, он очень хорошо, они пигметированы, я поставила по кляксе на лицо, и потом просто их растушевала. Вообще косметика в Primark очень-очень неплохая, так что если у вас есть такая возможность там что-нибудь купить, она стоит дешево, то есть вот этот вот, по-моему, я отдала 2 евро, что ли, или даже 1,50 евро, не знаю, очень дешево было, поэтому я и решилась, подумала, даже тогда, если это будет не очень, то не жалко. Вот, и как хайлайтер я использовала вот такой вот стик от Petsify, я его купила год назад точно, может быть даже полтора года назад, может быть два, уже не помню. И он очень классный, здесь очень много грамм, 13 грамм, но почему я его достала и начала им пользоваться, мне нравится сияние такое нежное, которое он оставляет, но он чуть-чуть изменил свой запах, то есть парфюмированный запах, который был раньше, он пропал, не могу сказать, что неприятный какой-то запах, поэтому я еще собираюсь им пользоваться, но это такой знак, что нужно начать продуктом пользоваться активно. Это Pirl Rose 010, сейчас вам покажу. Вот такой вот, очень классный хайлайтер, но кремовый. Я поняла, что кремовые у меня не так хорошо идут, как обычные пудры. И бронзером сейчас пользуюсь вот этим, вот Sun Club для светлой кожи. Такой шиммерный. Посмотрим, буду дальше пользоваться, пока он не покажется мне темным. Вот, в принципе, это, наверное, все. И сейчас я думала-думала в каких тонах сделать макияж. Знаете что, я сейчас себе пойду картошку поставлю, пока вот макияж сделать, у меня будет обед уже готов. Секундочку. Сегодня у меня такая задумка, что я буду использовать вот этот голубой оттенок, потом вот этот серовато-черный отсюда. Два оттенка буду только использовать. И потом использую оттенки из вот этой палетки Mountain Calling. Из палетки Essence. Я ее не так часто использую, использую только зимой, и то несколько раз. Но сегодня я решила ее использовать. Здесь очень красивые, классные оттенки. И я еще точно не решила, какой я использую, но потом мы с вами посмотрим вместе короткий. Первое, что мы сделаем, я нанесу сейчас вот этот темный оттенок, темно-серый, я нанесу на оба уголка глаза. На внешнее и на внутреннее колоклоза. Тут совсем не хочется наносить его пальцами, он очень такой темный потом. отмывать. Так. Здесь то же самое. Вот видите, он сейчас голубоватым отливает. Иногда зеленцу отливает. Все-таки он какой-то такой многогранный цвет. Ярко-голубой нанесу на середину подвижного века. Достаточно быстрый макияж какой-то получается. Так я обычно долго решаю, какой нанести цвет. Если бы мне как-то это было быстрое решение. Так. Теперь нужно красиво растушевать. Так. Возможно, мы еще где-то повторим темный вид. Как этот голубой сильно покрыл. Так. Ой, 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 ой. Никогда не замечала, что эти тени осыпаются. Надо будет протереть. Видите, пятно какое осталось. Ну ладно, не страшно. Мне даже в голову не пришло сдувать их, потому что они раньше не сыплись у меня никогда. Так. Сейчас мы, знаете, что... Так, какой же я добавлю? Я добавлю вот этот темно-синесерый добавлю в складку века. И посмотрим потом, как оно... Какой именно мне нужно будет потом усиливать оттенок. Достаточно такой немножечко вечерний макияж получается. Я даже как-то сама не ожидала. Так, это мы все потом растушуем. Это все не страшно. Да, смотрите. Чуть ли не с макияжа получается. Ну, красивый оттенок мне нравится. Так. Так очень пигментивно, смотрите. Надо будет все это красиво растушевать. Чтобы оно в дымку легло. А то как-то очень резко... Так. Какой же взять? Вот эту кисточку, наверное, возьму. Знаете, у меня как-то тени эссенс слишком растушевались. Кисточка большая, видите. Она мне растушевала шире, чем я хотела. И осыпалась немножечко, что мне совсем не нравится. Я иногда, когда долго не пользуюсь какими-то тенями, забываю про их консистенцию. И поэтому по-другому с ними себя веду. А потом вспоминаю, что, к примеру, их нельзя так тушевать, иначе они сыпнутся слишком. Ну, ладно. Потом берем излишки. Так, вот видите, оно, в принципе, ничего смотрится. Но я бы сказала, что слишком далеко вот эта вот тень ушла. Поэтому я сейчас добавлю сюда нюдовых оттенков из палетки All About Nude. Из вот этой палетки. И я добавлю какой-нибудь очень такой светлый. Вот из второго ряда, наверное, либо вот этот нижний, либо вот этот верхний. Еще пока не знаю. Возьму такую кисточку. Наверное, более такую, поменьше. И вот эту взять. Нет. Пускай. Так, вот эту возьму. Сначала посветлее нижний оттенок. Все-таки добавлю его сюда, потому что я совсем не хотела, чтобы оно было везде прям такое сильно уж. Сильно голубо-сине-серое. А вот эти вот оттенки из палетки All About Nude, они очень хорошо вам исправляют макияжи. То есть они делают его таким опять более немножечко нейтральным. Если вам что-то там не понравилось, где-то накосячили, они очень неплохо исправляют все вот это. Я не знаю точно, не могу объяснить, как они это делают. Потому что не могу сказать, что они прям супер сильно пигментированные. Ну, просто если я, например, сейчас сюда хайлайтер нанесу, они будут просто какой-то странно голубого цвета перламутрового хайлайтера. Я это не хочу. И получается, что как будто я пользуюсь сухим камуфляжем, что-то в этом роде эти тени. Потому что они, ну, довольно-таки... Хоть кажется, что они легко пигментированы, видите, как они все-таки исправляют мои какие-то огрехи. И замазывают мне все вот эти вот синяки. Неплохо. Так. Вот теперь можно в уголок глаза добавить какого-нибудь светлого оттенка. И осветлить там все, что у нас. Такое темное. Получилось. И теперь я опять добавлю вот этот темно-серый. Потому что он, видите, как сильно уж слишком... Из палетки Слик. Слишком он растушевался с голубым сильно. И этого не хотела. Сама вам говорила, ой, быстро макияж получится. И смотрите, как затянулось. Вот тут, видите, как голубой он преобладает. Я все-таки хотела, чтобы вот этот синий... Синий... Эм, синий, серый. Красиво. Так, здесь делаем поинтенсивнее. Так, вот надо подумать, что мне нанести на нижний век. Так, тоже надо как-то выделить, но пока... О, смотрите, как красиво получается. Классно, мне нравится. Больше растушевывать не буду, иначе опять все сотрется. Так, вот на нижний век. А что если сделать бронзовый сюда? Мне кажется, бронзовый будет очень красиво смотреться. Сейчас возьму вот эту скошенную кисточку. И ею... Ой, как она сильно набирает эти тени. Никакого эффекта заплаканных глаз у вас нет. Очень красивый бронзовый оттенок здесь. Класс вообще. Зеленые глаза так подчеркивают. Ну, он любые будет подчеркивать глаза. И серые, и голубые. Классно. Очень красиво получилось. Мне очень-очень нравится. Так, я бы еще, конечно, вот тут бы замазала консилером чуть-чуть побольше. Ну, я надеюсь, что вам... Что вам это не так сильно видно. Ну, то есть не хочу дальше. Смотрите, я никакие стрелки здесь наносить. Вот так красиво переливаются. Вы видите? Смотрите, как они переливаются шикарно. Класс, да? Сама не ожидала. Мне нравится наносить с вами вместе макияж. Потому что мне это как бы, ну... Когда я включаю камеру, почему-то у меня реже бывают таких моментов, когда у меня что-то не получается. Обычно все получается. И я потом могу очень легко исправить. Когда я без камеры сижу и крашусь, то... Может, я менее сдержанная тогда. И расстраиваюсь сильнее. И, наверное, мне лень... Более лень все исправлять. А с вами... Как-то... Почему-то всегда хороший макияж получается. Не знаю, от чего это зависит. Вот стрелки, короче, я не стала бы здесь делать. То есть я не буду здесь делать сейчас. И нижние реснички тоже красить не буду. Иначе черная тушь, она красит реснички. И вот этого красивого бронзового цвета не будет видно. Если вы хотите все-таки подчеркнуть... Сейчас мы с вами попробуем вместе это сделать. Блин. Задула. Подчеркнуть, знаете, как-то... Цвет класс по-другому, более так резко, ярко. Давайте с вами, знаете, что сейчас делаем. Карандашом залезем в слизистую. Так, каким я возьму карандаш от Карта. Так, знаете, что я это сделаю сейчас? Возможно, пропаду немножко, потому что... Не, нарисовал. Видите, в принципе, действительно ярче получились глаза. Намного ярче. Но... Как вам сказать? Бронзовый оттенок тогда этот черный чуть-чуть сжирает. Он как-то... Как-то его то ли приглушает, то ли на второй план тогда получается, что он... Вот так вот, посмотрите, как зеленые глаза классно видны, да? Очень красиво. Можно вот нанести нейтральную помаду какую-то. Нейтральную нюду. Или такую легкую розовую. И все. Больше ничего не надо. Смотрите, правда здорово, да? Можно, конечно, еще сильнее затемнить темно. Давайте черный попробуем. Хотя мне вот так очень нравится. Смотрите, как классно получается. Получилось у нас с вами здорово. Мне вот так вот нравится. То есть я бы не стала ничего добавлять. Я бы оставила вот так. Ну, возможно, мы с вами его затемним черным. Посмотрим сейчас, как будет выглядеть. Ой, моя картошка готова. Давайте сделаем его, наверное, сейчас более черным. Так, для этого мы возьмем вот эту кисточку. Или вот эту кисточку. Мне кажется, уже в черном. Так, или это и была та кисточка. Ладно, это не важно. Сейчас мы возьмем черный оттенок и сделаем еще. Смотрите, как сейчас получилось, да? Темнее, еще ярче, как-то драматичнее получилось. Может быть, можно было бы чуть-чуть поаккуратнее нанести им черные тени. И вот, может быть, сюда еще вылезти чуть-чуть. Я не уверена, что я этого хочу так прямо сильно. Ну, ладно, сейчас попробуем. Вы знаете, я поняла, что мне намного легче тушевать все-таки такими средненькими кисточками, маленькими даже, я бы сказала, чем большими. Я, большие у меня, видите, тушевка выходит порой из-под контроля. Так, тут нужно было в уголке глаз поправить. Но, в принципе, классно. В принципе, тоже хорошо. Видите, даже если еще сильнее затемнить в черном, то получается хорошо. Все равно хорошо получается. То есть, красиво. Может быть, сейчас я добавлю от Essence чуть-чуть. Или, знаете, что... Так, палец катриста я спрятала. Так, где-то у меня, ладно, возьмем от Essence вот эти вот пилюшки на уголок глаза сейчас. Так. Вот все. Да. Видите, как он смешался как-то с черным немножечко. Ну, ладно, это можно подправить. Или все-таки черным было красивее, когда было интенсивнее внутри глаза, внутри уголка глаза даже. Не знаю, что... Какой вариант лучше. Не уверена как-то. Наверное, надо все-таки... Наверное, я все-таки затемню. Ой, говорила, что будет быстро, но я немножечко ошиблась. Расчеток. Вот. Классно, да? Ну, вот, в принципе, и все. Не знаю, будут ли у меня еще какие-то идеи. А так... Да, возможно, это последний макияж с этой палеткой Sleek. Может быть, если будут какие-то идеи, то я их реализую еще как-нибудь. Всем хорошего дня и до следующего видео. Пока, девочки!